сниму немножко видео от туда мы пришли такие вот наносы это селевой поток был восемьдесят пятом или четвертом году не так давно те фотки что я делал тех пород они ниже здесь в основном вот такие вот камни светлые но интересная ерунда дается много таких камней то есть наверное железо красят даже другие камни то есть вот он лежит вот от него окрашиваются вот эти камни в этот же цвет вот она лежит вот окрашены уже получились вот эти и русло где вода текет все ржавая сейчас я подойду поближе покажу но выше по и появляются такие камни зеленые с кварцев как горелый вот он лежит вот таких много выше такие камушки из того что есть зеленая здесь прям какие-то горелые а а вот русло оно все отличается тем что по всей протяженности щели камни в русле такого цвета это ржавого то есть железо наверно много по руслу это вот так назвать коренные или плотих прям вот он выходит в реку вот он я на нем стою вот получается там у нас вверх тот палатка стоит здесь раньше ферма была сейчас только фундамент остался Вот как я понимаю, вот эта гора вся либо ледниковые, либо селевые потоки, но она вся сюда принесена, за ней ничего нету, там еще одна щель. Здесь вот речка, вот такие вот большие камни и видно как здесь от этих камней все заворачивалось, туда сползало, вон там вообще большущие камни и очень узко, сейчас я это место покажу. Вот это все получается либо селевый, либо ледниковый нанос, такие валуны, там вот видно как это все тащило, в какой-то период непонятно. Тут вот косы такие есть. То есть вот получаете такой нанос. Косово. Вот самое интересное начинается. Такое узкое место и очень большой спуск начинается воды, то есть речки и узкометки. Сейчас попробую подойти куда-нибудь, показать. Вот это вот уже скала, плотик как его назвать. С этой стороны и с этой стороны это все уже скалы. Ну а там резкий обрыв. Высота метров 15-20 этого дела. Сейчас я здесь пойду. Ну и вот вся ширина речки. Здесь не длинная, она может метров 500 ниже. Вот такими порогами идет. А дальше разбивается в ширину. Вот здесь водопад, наверное, будет. Сейчас я подойду к нему. Пороги. Вот этими порогами. Здесь ванночка, там ванночка. И ниже, ниже. И здесь села у нас. Что может быть вот в таких косах? Ну здесь узкое место. Сейчас я попробую с той стороны обойти сверху, посмотреть. Это вид сверху. Не видно особо. Там еще такие же пороги будут. А вот она порода, что рядом лежит. Какая-то зеленоватая и вот с какими-то прожилками белыми. Каждый камушек такой. Какие интересные. Вот зеленый камень. Какие интересные. Зеленый камень. Вот видно бурчилы какие. Глубокие там. Все это вот камень. Один сплошной. Такое узкое место. Пойду спучусь туда, посмотрю, что ли. Наверное, это и есть природные ловушки золота. И таких ступенек много-много здесь. Да, вниз они идут. Здесь вот. Сейчас ниже сойду. Вот она красота. Настоящая. Тут летом даже купаться можно. Но водичка все равно будет холодная. Вот смотрите, какая высота этих камней. Дорога вот там сверху идет. Елки вон еде висят. Упадут скоро. Вот такая красота. Вот ручеек такой. Как получается щелочек впадает в эту речку. Там где водопады, вот вниз там река у нас идет. Здесь вот такой ручеек. Вот такие у нас леса, елки. Снег здесь уже лежит. Он такой рыхлый. Уже давно лежит. Тает даже. Сегодня какое? Десятое. Одиннадцатое ноября. Вот. И получается здесь расширяется река после тех водопадов. Первые косы. Вот они косы. Опять вот коренный, коренной камень. Волун стоит он сто процентов и ниже идет. И здесь под речкой тоже с этой стороны валун опять узкое место. А здесь вот коса. Вот такая. Там были водопады. Оттуда я пришел. Идем дальше. Вот. Это дело уже ниже водопадов этих. Волунистость поменьше. Но встречаются валуны. Большие, но и меньше. Вот такая вот природа у нас. Тут видать грибники жили. Похоже на то палатка стояла. Вот здесь они грибы чистили. У нас так чистят. Берут сетку из-под картошки. Туда грибы. И вот в любую бурчулу. И она сама отмывается. Все грибы сами по себе моются. Горные грузди собирают. Вот палатка была у них. Тут стояли грибники. И вот здесь ниже тоже. Туда вода попадает все ржавое. И герзы активно на камнях. Вот. Они все по природе белые, но покрасневшие. Вот первое хорошее расширение после водопада. Впереди там еще сильнее будет расширение. конус выноса называется, по-моему, как вы говорите. Камень интересный. Вот эта коричневая похожа на кварц такой. Блестящий он какой-то такой. Ну, кварц. Только почему-то коричневый. Вот она, получается, скала выходит в речку. Вот это один массив полностью идет. Пробовать можно перед ним или перед ним не стоит пробовать. Эта сторона вот такая валунами засыпанная. Вот коса с этой стороны есть. Дровосеки наши пришли. И вот оно. После того сужения с водопадами первый массивный конус выноса. Такой вот он. Сейчас буду перебираться на ту сторону, чтобы вам показать. Вот здесь все завалено валунами неравномерно. Видимо, вот этот гребенка один поток. Там другой был какой-то поток. Или несколько селей сошло. Или так ледник двигался. Вот оно какое расширение большое. Также валуны большие. Сниму, покажу. Получается чего? Вот такая вот галька. Окатанная. Здесь более глина. Вон опять галька вот как камни. Вот это место интересное. Вот. И все упирается вон в ту скалу. Вот в этот кореник. Вот этот кореник. И вот эта галька вся упирается. Вот такое вот дело. И возможно здесь вот чего-то быть. Дальше кореник идет. Возьмите. Возьмите. И вот так вот. Это все. Может быть. Возьмите. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...